Знакомство со страной. В минувшее воскресенье ровно в полдень в газовой столице стартовал всероссийский географический диктант. В Новом Рингое работало три площадки. В два часа по Москве запустили еще одну электронную. На 25 вопросов отводится 45 минут. Наиболее сложная часть теста ожидал участников в конце. География и литература стали одним целым. Дать ответ на вопрос, какие реки, горы и города описывают русские классики, оказалось непросто. С теми, кто решил проверить, насколько хорошо он знает свою родину, пообщалась Виктория Воронецкая. Последний звонок для Сергея Мельченко прозвенел больше 12 лет назад. Признается, с географией всегда был на ты. В аттестате стоит твердая четверка. Узнав о всероссийском географическом диктанте, мужчина решил, он обязательно примет в нем участие. Освежать знания начал за несколько дней. Готовились мы не так долго, буквально 3-4 дня, как только узнали. Поэтому подняли все доступные информационные ресурсы в интернете, после работы. И по основным моментам пробежались, так сказать, вспомнили школьную программу. В чем-то это помогло? Да, конечно. То есть была основная информация и более глубокая. Какие-то вопросы встретились сегодня на диктанте. Тотальная проверка во всех городах России стартовала ровно в полдень. В новом Рингое работало три площадки. В два часа по Москве запустили электронное тестирование. Некоторые вопросы участников диктанта застали врасплох. Второй вопрос. Я даже не знаю, как прочитать, не прочитать. О чем? Ну, как называется, образованная речными отложениями, прорезанная сетью рукавов и проток низменность в усилии реки, впадающей в мелководный участок моря или озера. То есть я не ответила на этот вопрос. Ну, как оцениваете свой результат? Ну, я так думаю, что будет где-то средний. Тест разбит на три части. Первая – на знание понятия и терминов. Затем – работа с картой. Самым неожиданным стал третий блок. Дать ответ, о какой реке, городе или горе идет речь в произведениях русских классиков, оказалось под силу не всем. Вопросы разной степени сложности. Какие-то были легкие, практически не заставляли подумать. На какие-то нужно было, как говорится, напрячь мозги немножко, вспомнить свои знания. Ну, все, в принципе, в объеме школьной программы. Здесь нет необходимости списывать. За двойку никто ругать не станет. Результаты диктанта под грифом «Секретно». Узнать оценку участники смогут по специальному идентификационному номеру на сайте Русского географического общества. В Москве там создана специальная команда ученых, преподавателей, геологов, географов, которые будут проверять эти все вопросы. Результаты экзамена станут известны не позднее 10 декабря. Но ямальцы уже могут гордиться. В округе масштабная акция проводилась на 32 площадках. Такое количество аудиторий стало абсолютным рекордом по всей России. Виктория Воронецкая, Давид Давидашвили, Служба новостей, «Импульс».